здравствуйте дорогие зрители ну наконец мы вновь с вами накопили новостей и очень хотим эти новости вам рассказать ну во первых у нас дни рождения начнем с них может быть мы и промолчали бы но в этом месяце праздную дни рождения очень хорошие актеры и просто замечательные люди что в мыльном мире встречается не так уж часто ну во первых это ангелика ривера которая праздновала в кругу семьи вместе с детьми и мужем причем дети были и от ее первого брака и детей и мужа ну а кто у нас муж спросите вы а муж у нас президент мексики судя по всему семейство это любящее и дружное и заметьте никакого пафоса никаких вам понимаешь золотых вещичек мундиров блесков перьев хотя казалось бы первая дама и все такое но однако все скромно ну а во вторых это асфальдо лапорт у него конечно нет жены президентши но то что он король сердец я думаю никто отрицать не будет поздравляем асфальдо желаем ему долгих лет творчества на радость зрителям ну что любим мы его ничего не можем поделать с этой слабостью и бороться даже никто не собираемся ну вот а теперь на очереди у нас сплетни первая история про любвеобильного луиса мигеля он завел себе новый роман с моделью из польши по имени касси девушке 22 года роман продолжается уже шесть месяцев разница в возрасте почти двойная но думаем что по матросить и бросить деву из восточной европы будет луису мигелю трудновато потому что он просто не представляет себе насколько изобретательны и въедливы дамы из постсоветских стран можно сказать что у нас у женщин которые пережили распад советской империи и социалистического лагеря челюсти гульдожья в общем на его месте мы бы тщательно следили за руками и банковским счетом может выясниться что платить араселе рамболе будет нечем сама араселе тоже не дает скучать зрителям и своему жениху себастьяну рулье ходят слухи что бедняга себастьян не может общаться со своей партнершей по сцене марджори без соуса потому что араселе велел ему с ней даже не разговаривать она ревнует его красотки из венесуэлы но казалось бы мелочь но не тут то было и марджори и себе главный герой антреприза запах гордения у них очень много совместных сцен с поцелуями объяснения в любви и какая может быть химия если не даже не здороваются но сами понимаете зрители это заметили ну может быть из-за этого марджори покидает антрепризе кто его знает большое разочарование испытали поклонники габриэля соту хиральдин бассан ну вы знаете что парочка вновь вместе и уже пошли сплетни что габриэль как настоящий кабанеру предложил хиральдин руку и сердце не прошло и пяти лет фу народ вздохнул с облегчением и приготовился наблюдать за свадебными подробностями там фотографии платья медовый месяц и все такое прочее но факир был пьяный фокус не удался соту выступил с опровержением и сказал что самое важное что они с хиральдин вместе и любят друг друга и уважают друг друга и и тому подобное ну а хиральдин что по этому поводу думает нам интересно ей тоже это не важно следующая история серии не плюй в колодец вылетит не поймаешь ну шакире надоели иски ее бывшего жениха и она решила вчинить ему встречный иск почти на 7 миллионов долларов она обвинила его в том что он вовсю пользовался деньгами и и благотворительных фондов в личных целях и даже после того как они остались он умудрился слетать в париж со своей нынешней подругой и развлекался с ней в клубах на эйбице вот на эти самые деньги ну что же ни одно дело не остается безнаказанным думать надо когда пытаешься потрогать оскорбленную женщину за кошелек мало того что в душу наплевал еще пытается это сказать к деньгам приказать присосаться ну и две новости напоследок новости такие минорные о расставаниях эйза гонсалес все же сказала прощаясь своему жениху пепе девич надоело и разбираться с его изменами ну и правильно пусть поищет кого-нибудь другого потерпеливее вот резиновые женщины например в этом смысле очень хороший вариант они практически идеальны ничего не требует и молчат нинельконде официально заявила о том что она и ее муж фуан сипеда разводятся слухи о конфликтах в семействе ходили уже очень давно и вот наконец свершилось и сдается нам что дело не в том что любовь прошла а в том что оказался хуанита очень неудачливым бизнесменом вы знаете что он свой бизнес очень тут который у него был бизнес недвижимостью он его практически в общем как бы там как бы приличнее сказать потерял вот и после этого он был как бы импресарио своей жены так вот умудрился и ее дела загнать в полную и окончательную задницу простите конечно поэтому в общем начались ссоры и вот теперь пожалуйста вам расстаются ну что же ничего страшного не найдет женщина видная найдет себе еще кого-нибудь а хуанита ну что что делать надо было думать головой прежде чем заниматься тем в чем не искать не имеешь никакого понятия и так все на сегодня ждем вас наших следующих программах на следующей неделе и подписывайтесь на наш канал до свидания